Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. В Самаре в честь Дня российского флага установили новый рекорд, накрыв набережную Волги самым длинным в России триколором. Такая масштабная акция собрала более 250 волонтеров, зрителей и гостей региона. Был ли установлен рекорд или нет, узнала Виктория Шаре. Подготовка к рекорду на второй очереди набережной у памятника князю Засикину стартовала задолго до начала масштабной акции. Чтобы развернуть огромное полотнище, волонтеры съехались со всех уголков Самарской области. Триколор длиной 1012 метров и весом более 450 килограммов растянули от полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА. В этот день в Самаре праздновали сразу два знаковых события. День государственного флага и первый запуск пилотируемого корабля на ракете «Союз-2.1А», сконструированной в Самаре. Раньше его запускала ракета предыдущего поколения. Поздравить самарцев с праздниками пришли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Дорогие самарцы, я от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Российского флага. Флаг, гимн, герб – это символы нашего государства, нашей российской нации. Символы, которые объединяют нас на протяжении столетий. Символы, ради которых люди, наши сограждане, отдавали жизнь. Символы, которые вдохновляли и вдохновляют на ратные и трудовые победы российский народ. Дмитрий Рогозин рассказал, что на корабле, устремившемся в космос, был размещен российский триколор. А проводить рискованные для человека эксперименты в космосе отправился робот Федор. Сегодня день у меня в жизни особенный. Я сегодня начал этот день с поздравления самарцев. И я сегодня этот день завершаю с поздравления самарцев. Начал я этот день на Байконуре. Мы сделали очень важный шаг к освоению космоса, где человекоподобные, человекообразные роботы российского производства, умные машины начинают заменять человека в условиях повышенного риска. И хочу сказать, что это тоже рекорд. Ну а что касается дня флага, сегодня на корабле, который устремился в космос, был поднят и флаг России. Российский рекорд фиксировали с помощью специального помощника. Так называется геодезический приемник с GPS. Помимо него, с высоты птичьего полета за праздником наблюдал квадрокоптер. Официально огласить длину флага доверили двухкратному рекордсмену Книги рекордов Гиннесса и Книги рекордов России Александру Дубровину. Мне очень приятно фиксировать в одном из любимых моих мест в стране. Данный рекорд не оспорит никто. Там такой запас был, что еще и на два рекорда хватит. Ну а тем не менее, рекорд – самый длинный флаг в России. С результатом – 1012 метров. Официально объявляю зафиксированным. Рекордсмен – Самарская область. Ну а для вручения диплома я приглашаю Дмитрия Игоревича Азарова. Самый длинный флаг страны сразу же после праздника стал экспонатом музея имени Петра Алабина. Завершился день российского триколора в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра «Пластилиновый дождь». Виктория Шара и Максим Гусев. События. Но перед тем, как отправиться на набережную, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал на РКЦ «Прогресс». Руководитель госкорпорации поздравил коллектив предприятия с успешным испытательным пуском. Напомню, впервые связки на орбиту вместе отправились корабль «Союз МС» и ракета «Союз-2.1А». Эксперты уже заявили, что этот старт в два раза сложнее, чем все предыдущие. Тем более, что в кресле космонавта – робот Федор. Тем временем, работа на РКЦ «Прогресс» продолжается. В планах строительства абсолютно нового ракетоносителя Лариса Шалафаст продолжит тему. Поехали. Поехали. Он сказал «поехали» и махнул рукой. Первый российский скайбот отправился на орбиту, произнеся легендарную фразу Юрия Гагарина. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал на РКЦ «Прогресс». Руководитель госкорпорации поздравил коллектив предприятия с успешным испытательным пуском. Впервые в связке на орбиту вместе отправились корабль «Союз МС» и ракета «Союз-2-1А». На МКС робот Федор доберется 24 августа. Планируется, что он вернется на Землю после того, как проведет несколько экспериментов. Это первый этап роботизации отечественного космоса. Если он пройдет успешно, следующее поколение роботов сможет работать и в открытом космосе. Не только робот Федор придает уникальность запуску. Впервые в космос отправилась российская связка ракет, где не используется украинская система управления. Успешный пуск в том числе и показатели развития завода «Прогресс». Это предприятие флагман. Флагман не только для России, но флагман для всей Самарской области, безусловно, вне зависимости от отраслей. И каждый житель региона очень большим участием наблюдает за тем, как развивается предприятие. Радуется победам, переживает, когда есть какие-то сложности. Во время визита в Самару глава Роскосмоса вместе с руководством региона обсудили на прогрессе создание ракеты среднего класса «Союз-5», которая сможет выводить на орбиту до 17 тонн грузов. Частично она уже передается с цеха. Отчасти крупногабаритные вещи вы здесь можете наблюдать. Здесь визуально уже видно четыре обечайки. В цехе можно видеть еще работы по отдельным станкам по формированию секторов под обечайки. Нами закуплен весь металл на экспериментальной установке, которую мы планируем в ближайшие несколько месяцев сформировать. «Союз-5» станет одним из модулей сверхтяжелой ракеты, которую планируют создать к 2028 году. Лариса Шлафаст, События. Кайдзен – рабочий процесс без потерь. На самарских предприятиях внедряют систему бережливого производства. Как это делается, узнал Семен Безгинов. На «Пегас Агра», выпускающем сельхозтехнику, внедрили систему бережного производства. Сделали это при помощи регионального Министерства промышленности и торговли и Федерального центра компетенций. Завод принял участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Специалисты Федерального центра помогли предприятию отладить работу так, чтобы все его ресурсы тратились максимально рационально. Основные инструменты, которые мы использовали – это карта потока создания ценностей. То есть мы разложили полностью весь производственный процесс по операциям. Например, теперь на заводе все операции рабочих на станках фиксируются в электронной системе. Это позволяет быстро оценить, насколько эффективно выполняются те или иные операции. Создали специальный участок «Айдзен». На нем воплощаются в жизнь одобренные специальным комитетом распредложения рабочих по улучшению разных производственных моментов. И это лишь малая часть того, что было сделано всего за полгода. Первые итоги уже налицо. Производительность выросла с 6,5 в первом полугодии прошлого года. До 15% в этом. Мы отслеживаем параметры работы сотрудников Федерального центра компетенции, Регионального центра компетенции на каждом предприятии. Мы выполняем те целевые показатели, которые нам необходимо достигнуть. Ведь зачастую бывает так, что у руководства есть понимание, для чего нужно то или иное изменение. У коллектива нет. И здесь вот эту пропасть мы смогли устранить. «Пегас Агра» – не единственное самарское предприятие, которое приняло участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Такие же программы сейчас внедряются еще на 16 предприятиях области. А в целом соглашения подписаны с 40 региональными компаниями. Всего же изъявили свое желание стать участниками нацпроекта 65 предприятий губернии. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. В Самаре в ближайшую субботу пройдет фестиваль цветов. Он стартует от Площади Революции, где начнется карнавальное шествие по улице Куйбышева. Далее праздник продолжится в Струковском саду, где флористическими композициями уже украсили все самые яркие объекты. Какие сюрпризы ждут гостей фестиваля, расскажет Никита Борисов. Поучаствовать в фестивале «Цветущая Самара» съехались флористы со всего мира. Поляк Томаш Макс Кучинский в Самаре в первый раз. Говорит, не успел многого увидеть, потому что упорно работает. Но уже оценил красоту Волги и сделал фотографии на память. Он надеется, что когда-нибудь на его родине в Польше тоже начнут проводить фестивали цветов. Подготовка к фестивалю – это трудоемкая работа для флористов и для организаторов. Но мы безумно любим цветы и хотим подарить эту красоту людям. Мне очень понравилось в вашем городе, особенно гулять вдоль Волги. А еще меня впечатлили ваши скверы. Изюминкой фестиваля станет красочное костюмированное шествие по пешеходной улице Куйбышева, в котором примут участие артисты и жители города в тематических цветочных костюмах. Впервые по улице проедут цветочные платформы с композициями, оформленными лучшими флористами России. Праздничное шествие завершится в Струковском саду, где можно будет увидеть десятки тысяч цветов и множество флористических композиций, которые украсят самые яркие объекты сада. Мы стараемся по мере возможности, чтобы парк выглядел более-менее достойно, чтобы был красивый. Организаторы обещают устроить на фестивале яркое флористическое шоу. Будут организованы мастер-классы по созданию цветочных композиций, творческие мастерские для детей и взрослых. Гости фестиваля также смогут принять участие в литературных конкурсах и шахматном турнире. Мы надеемся, что это будет заметно. И наш труд, и наша любовь, это передастся нашим посетителям. И они тоже с большой любовью отнесутся к нашим композициям. На традиционной выставке продажек, которая в этом году разместится вдоль Струковского сада по улице Куйбышева, от улицы Красноармейской до улицы Шостаковича, можно будет приобрести цветы и саженцы, комнатные и садовые растения. Никита Борисов, Василий Каудашов. События. Сменили кабинеты на единение с природой, но не для отдыха, а ради дела. В Ботаническом саду сегодня было многолюдно. Более сотни человек вышли на субботник. Что это была за акция и почему в ней были замечены первые лица регионального министерства природопользования и крупной нефтяной компании, выяснила Елена Малюцина. Здесь есть голубая форма, вот там голубенькая, увидите. Очень красивое, редкое растение. Памятник природы с богатым миром флоры. Начал свою историю с первой в Самарской области высаженной голубой ели. Экзотическое хвойное из Америки на берег Волги привез купец Борщов. Пополнять коллекцию ботанического сада Самарского университета такими растениями стало уже традицией. Приходить навещать, поправлять, что если не так будет. Андрей Николаевич нам будет помогать. То есть здесь строительный союз, Самара нефтегаз, университет и министерство. Ну согласен. Посадить новые растения, вырубить сухостой, убрать опавшие листья и скошенную траву. На субботник в день особо охраняемых природных территорий Самарской области пришли более сотни человек. Сотрудники Министерства лесного хозяйства, Самарского университета и Самара нефтегаза. Очень много совместных экологических акций. Это участие в днях посадки леса, активнейшее участие принимают. По очистке особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон. Это не вот сегодня не какой-то редкий случай, это продолжение этой совместной работы. Мы участвуем в ряде акций. Это многолетняя традиция. За это время посажено уже более 6 тысяч деревьев, несколько десятков тонн мусора убрано с таких заповедных территорий. Экологическая политика компании направлена на максимальное снижение негативного воздействия на природную среду. Мы всегда дружим со всеми, кто к нам оказывает эту помощь. Я надеюсь, им тоже нравится сменить природ деятельности, побывать в нашем саду, получить эту дозу кислорода, эту эмоцию, которую не заменить никоим образом в городской среде. Скошенную траву и сухостой переработают мульчирующий материал, так называют специальное удобрение, которое защищает растения от заморозков и предотвращает появление сорняков. Елена Малютина, Константин Головин. События. В Самаре возложили цветы к вечному огню горельефа скорбящей матери Родине в честь 76-й годовщины Курской битвы, сражение которой длилось 50 дней и стало переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. О личных историях самарских ветеранов, ужасах войны и героизме солдат расскажет Валерия Куценко. 96-летняя участница Курской битвы Анастасия Никитична Коростелева пришла возложить цветы к вечному огню на Самарской площади. Для человека, прошедшего всю войну, жара и плохое самочувствие – не повод в такой день остаться дома. Женщину поддерживает ее дочь Галина Белоглазова. Она рассказывает, на войну Анастасия Никитична попала 18-летней студенткой авиационного института и сразу оказалась на передовой. На ее счету несколько важнейших опасных заданий. Однажды ей поручили доставить секретное сообщение, которое смышленая девушка догадалась прятать в косы. Юной Насте приходилось идти и в рукопашную, и прыгать с горящего самолета. Она горела в самолете, это в Прибалтике, когда самолет... Она и в самолете была? Да. И с парашютом выпрыгнула, летчик погиб, а она, значит, немцы ввели на расстрел. Подбили самолетом, и потом там одна женщина, она закопала ее в погреб, закопала в погреб, а девочку маленькую пустила в партизанский отряд, чтобы ее спасти. Сегодня цветы к вечному огню возлагали участники разных сражений. Сергей Сергеевич Алехин воевал под Сталинградом, ушел на фронт 15-летним юношей, воевал три года в пехоте. После ранения в голову оказался в больнице. Врачи поставили его на ноги и посоветовали учиться. Так Сергей Алехин оказался в военно-морском училище, а после войны более 15 лет прослужил в Тихоокеанском флоте. В Сталинграде даже ранения не получил, а под моим родным городом... Какое ранение? А под родным городом Ростовом-на-Дону я получил тяжелое ранение в голову. Хорошо, что я был в каске. То поразвильяйствую надо, знаете, идешь без каски, все. А тут голову пробило. Активисты общественной организации «Офицеры России» рассказали, что занесли в Российскую книгу рекордов ныне живущего участника Курской битвы самарца Константина Стычкова в номинации «Наибольший возраст ветерана контрразведки». Была такая инициатива, и Книга рекордов проверила все документы. Мы им прислали все отчеты, они проверили и установили этот рекорд. В 49-й школе, где проводит, кстати, Стычков Константин Георгиевич до сих пор уроки мужества, и вся школа его любит, мы решили вручить этот сертификат там. Сегодня особый день в истории нашей страны. Это день Курской битвы. Это битва, одна из битв, которая сломала хребет фашистскому режиму. И благодаря победе на Курской дуге мы сегодня, вот мое поколение, ваше поколение, мы сможем жить. Мы отдаем сегодня дань памяти всем, кто погиб в этой Курской битве, кто умер после войны. И желаем здоровья, и вспоминаем здоровья всех, кто сегодня жив. Сегодня на территории Самарской области проживают 49 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них в эти дни получил поздравление и подарок от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Валерия Куценко, Григорий Плешаков, События. И еще несколько строк об одном из участников Курской битвы, а также боев за освобождение Киева, Тернополя и Праги, самарском ветеране Георгия Стычкова. Как уже ранее было сказано, он включен в Книгу рекордов России как самый старейший ветеран военной контрразведки. Сейчас Георгию Стычкову 95 лет, и он до сих пор рассказывает молодежи о своей жизни и о великих событиях, которые в ней произошли. Наши главные победы состоят в том, что мы не допустили немцев на восток после Курской битвы. Найти новых друзей и весело провести время. В лагере «Волжский Артек» каникулы продолжаются. Здесь уже отдохнули более тысячи детей. За одну смену центр встречает почти четыре сотни ребят. «Волжский Артек» претерпел изменения благодаря участию в областной программе развития детского отдыха и оздоровления. Что нового появилось в любимом самарцами центре отдыха, узнала Мария Левина. Каждый день в детском лагере «Волжский Артек» расписан по часам. Ульяна Жонова-Шарлот приехала сюда уже в третий раз. Всегда находит для себя что-то новое. И? Как тебе здесь отдыхается? Хорошо. А чем вы занимаетесь? Клеем блестящей стороны. Мы с творческими мастерскими выступаем, купаемся в бассейне, гуляем, спим. Ульяна рассказывает, здесь научилась шить, плести украшения. И это в 11 лет. Помогает мама Лилия. Она живет вместе с девочкой и от лагеря в восторге. Каждый раз такое. Мы с слезами не только дети, родители и вожатые. Все со слезами прощаемся с лагерем. Такое прекрасное время. Чудесный отдых. В первую очередь это общение, это новые друзья, знакомства, это социализация, это общение с другими отрядами, с здоровыми сверстниками. Здесь дети находят новых друзей, с которыми общаются и после запоминающейся лагерной смены. Чтобы всех сплотить, проводят инклюзивные конкурсы, участие в которых принимают как дети с инвалидностью, так и без, на равных. У нас проводятся мероприятия, где дети из других отрядов приходят сюда и работают с ними, выступают вместе, соответственно. У нас первый отряд абсолютно полностью помогает детям в передвижении, если где-то это тяжело. Корпус, в котором живут дети, оборудован всем необходимым, как и весь лагерь в целом. Пандусы, поручни, подъемники в бассейне. Здесь есть все, чтобы забыть о неудобствах. Сажаем вот так вот ребеночка, на колясочник, например, сюда пересаживаем, здесь купаем, соответственно, и потом... После мастер-классов – любимые вводные процедуры. Жизнь в лагере стала еще интереснее после преображений, которые случились здесь благодаря областной подпрограмме развития системы отдыха и оздоровления детей. В бассейне появился автоматический подъемник и специальное защитное покрытие. Новая утварь на кухне. Заменены асфальтовые дорожки на всей площадке лагеря. Отремонтировали корпуса и душевые. Появились новые яркие интерактивные беседки, в которых игры даже на стенах. За одну смену здесь отдыхают больше 300 детей, а за все лето цифра переваливает за тысячу. Большинство ребят облюбовали это место настолько, что возвращаются сюда снова и снова, при первой возможности. Мария Левина, Николай Епифанов, События. В Самаре в День знаний усилят меры безопасности. Торжественная линейка пройдет в этом году 2 сентября. Сейчас проверяют систему видеонаблюдения, пропускного режима, оповещения и пожарной безопасности. Во всех школах проведут инструктажи с учителями и учениками. Отработают поведение в случае возникновения ЧАЭС. В течение года будут регулярно проводить проверки систем оповещения. В некоторых учебных заведениях модернизируют систему безопасности. На это выделили из бюджета почти 21 миллион рублей. На дооснащение образовательных учреждений техническими средствами охраны за счет средств бюджета в текущем году были направлены финансовые средства на установление систем видеонаблюдения. 6 школ на установку системы громкоговорящей связи. И 12 школ на установку системы контроля доступа. Новый закон об ответственном обращении с животными требует дополнения, заявляют зоозащитники. Документ вступил в силу с начала этого года. Теперь законодательно закреплено, что обращение с животными должно основываться на принципах нравственности и гуманности. Но чем недовольны зоозащитники, выясняла Лариса Шалафаст. Новый закон об ответственном обращении с животными действует уже полгода. Он запрещает использовать животных для получения выгоды, принуждать зверей к контакту с людьми. Поэтому цирки и контактные зоопарки должны будут получать лицензии. Также под запретом жестокое обращение с братьями нашими меньшими. Такое отношение недопустимо к животному. То есть это, соответственно, грубое отношение. То есть отношение насилия в данном случае, морить голодом, холодом, содержать в недопустимых условиях. То есть это все аспекты ненадлежащего отношения к животным. И они в том числе запрещаются этим законом. Закон запрещает содержать в квартирах редкие виды, кормить хищников живыми существами в местах, открытых для свободного посещения. Содержание домашних животных также подверглось регулированию. Владельцы питомцев должны соблюдать не только общие требования к содержанию, но и права и интересы всех жильцов в многоквартирном доме. Но зоозащитники считают закон неэффективным. В нем не прописаны конкретные меры наказания. Если нет ответственности, он не изменит никогда ничего. Пока не будет конкретного наказания за жестокое обращение, не будет практики, которую мы можем открыть и увидеть, что вот этот человек оторвал ногу, сбил и уехал, там поджог, я не знаю, избил, кинул в зоопарке какую-то там недопустимую еду животным, вопреки правилам, этот закон не имеет никакого смысла. Согласно закону, истреблять бездомных животных запрещается. Их необходимо помещать в приюты, где их должны стерилизовать и вакцинировать. Но на практике все выглядит иначе. Зоозащитники уверены, необходимо прописать дополнительные подзаконные акты и обязать местные власти заниматься проблемой бездомных животных активнее, открывать приюты и пункты передержки, а также вводить крупные денежные штрафы для тех, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы. Лариса Шалафаст, Василий Калдашов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гист» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова